Наиболее неблагоприятная эпидситуация среди людей от 30 до 64 лет. У тех, кто постарше, дела обстоят немного лучше. С учетом вообще особенностей распространения вот этой новой волны коронавирусной инфекции, сейчас наблюдается все-таки рост заболеваемости и стремительный рост заболеваемости, но не только в Лангипасе, это в целом в округе и в стране. Причем болеют дети, болеют беременные. И, наверное, вот эта волна, она тоже особенно тем, что в очень короткие сроки происходит максимально большое заражение людей. Это еще раз подтверждает самый действенный способ борьбы с эпидемией – вакцинация. С этим согласны и большинство жителей города. Ну, наверное, стоит. Я привитая. Конечно. Я считаю, да. Ну, чтобы не болели или не болели в легкой форме. Для здоровья нужно. Я, например, вакцинировалась. Это для здоровья, для своих близких. Конечно, кто-то, если кто переболел, это больше поймет. Что касается наиболее уязвимой для заражения категории населения – людей пожилого возраста, то показатель вакцинации среди них – один из лучших в Югре. А потому практика Лангипаса рекомендована другим муниципалитетам в качестве образца. Расширили режим работы кабинета прививочного. Сейчас он работает до 10 вечера. Мы предоставили возможность вакцинироваться также и в торговых точках, готовы выезжать на предприятие, чтобы без отрыва от производства эту работу выполнять. Тем, кому необходимо, сразу после вакцинации выдается соответствующая справка. По словам представителей силовых структур и администрации города в Лангипасе, регулярно проводятся рейдовые мероприятия по проверке соблюдения введенных ограничений. Основной объем фиксируемых нарушений связан с несоблюдением масочного режима и посещением торговых центров гражданами до 16 лет без сопровождения взрослых. К слову, с 15 ноября в регионе стартует использование мобильного приложения Югра-Кьюар для проверки подлинности QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного COVID-19. Все мы должны понять одно, рекомендует глава Лангипаса, не стоит ждать снятия ограничений до полной стабилизации ситуации. И лучший способ приблизить этот момент – не игнорировать прививочную кампанию, не саботировать противоэпидемические мероприятия, а строго следовать рекомендациям специалистов. Только от нас самих зависит, как скоро наша жизнь вернется в нормальное русло. Алина Нощенко, Олег Басарыгин. Специально для новостей.